Первый вопрос на сегодня. Ас-салам алейкум, Ибн Аббас. Почему предал имама Хасана, алейхисалама? И какое положение можно ли принимать от него хадисы, хотя и в шиитских, и в суннистских книгах есть его хадисы, которые он привел? Каково положение Ибн Аббаса и почему он предал имама Хасана, алейхисалату ас-салам? Начнем с того, что Ибн Аббасов у нас двое, которые фигурируют. Известных Ибн Аббасов, которые фигурируют в книгах, в истории, в хадисоведении, их двое. Старший Ибн Аббас, которого зовут Абдулла Ибн Аббас, и Младший Ибн Аббас, которого зовут Убейдулла Ибн Аббас. Между ними есть несколько лет разницы. Из этих двоих передатчиков хадисов, как в суннистских источниках, так и в шиитских источниках, является именно Старший Ибн Аббас, Абдулла Ибн Аббас. Именно от него передаются хадисы, а не от Убейдуллы. От Убейдуллы, как правило, хадисы не передаются. Если передаются, то там очень незначительное количество. Вот это вот очень много хадисов, большое количество хадисов, которые передаются от Ибн Аббаса, это именно от Абдуллы Ибн Аббаса. И поэтому нам необходимо разобрать каждого из них в отдельности, каково отношение шиизма и шиитских ученых к этим двум личностям. Начнем с того, что Абдулла Ибн Аббас не предавал имама Хасана, алей-иссалат-вассалам. И об этом нет никаких преданий. То есть предания о предательстве имама Хасана, алей-иссалат-вассалам, касаются именно Убейдулла, младшего Ибн Аббаса. Об этой истории мы чуть позже поговорим. Но что касается Ибн Аббаса, старшего Ибн Аббаса, Абдуллы Ибн Аббаса, то вот что по поводу него пишет Ал-Ламейхилли в своей книге «Хуласат-ул-Аквар». Он говорит, что Абдулла Ибн Аббас, который является одним из подвижников посланника Аллаха, был одним из шиитов и последователей Али, алей-иссалат-вассалам, и одним из его учеников. что по поводу его отношения к его светлости, Али, аkur Аббаса, алей-иссалат-вассалам, относительно того, насколько он был искренен к Али бен Аббаса, относительно того, насколько он был уважительен к Али Бен Аббаса, алей-иссалат-вассалам. Эта история настолько известна, что ни для кого не скрыта. То есть Алла Махилли говорит о том, что Ибн Аббаз был влюблен в Али, был уважителен к Али, был из тех, кто искренен был по отношению к его связи с Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату и ас-салату. Но дело в том, что по поводу Абдуллы Ибн Аббаз имеются некоторые предания в Риджал-уль-Кяши, согласно которым Абдулла Ибн Аббаз предал его святость Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату, разграбил казну Басры и убежал с этой казной и оставил его святость Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату. То есть имеются предания в Риджал-уль-Кяши относительно предательства Ибн Аббаз в отношении его святости Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату. И по этому поводу Аль-Амихли говорит Что Кяши привел несколько хадисов относительно критики Абдуллы Ибн Аббаза. И Аль-Амихли говорит, что он намного достойнее и выше, выше этого, чтобы его критиковать, намного достойнее того, чтобы его критиковать. И Аль-Амихли говорит, что мы ответили на эти хадисы, разобрали эти хадисы в другой своей книге и ответили на эти хадисы. И также другой шиитский ученый Ибн Давуд в своей книге, посвященной Риджалу, говорит Ибн Давуд говорит, что следование Ибн Аббаза за его святости Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату, приверженность Ибн Аббаза к его святости Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату, невозможно описать словами. Невозможно указать, невозможно охватить словами, что это намного более обширное явление, следование и приверженность Ибн Аббаза, Абдулла Ибн Аббаза и его святости Алибн Аббатали в Али, ас-салату, намного более обширное явление, чтобы описать это словами. И также Саид Хуи, покойный, по этому поводу говорит, по поводу хадисов из Кяши относительно предательства Ибн Аббаза, говорит Саид Хуи в своей книге «Муджам у Риджали-ал-Хадис» разобрал вот эти хадисы, которые дошли до нас в Риджали-ал-Кяши относительно предательства Ибн Аббаза, Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату. И он говорит, что эти хадисы, которые дошли до нас в Риджали-ал-Кяши, они переданы, то есть в их Иснаде существуют, имеются сунниты, что они переданы суннитами. И то, что сунниты выдумывали эти хадисы относительно предательства Ибн Аббаза, единственной причиной того, что они выдумывали эти хадисы, является то, что Ибн Аббаз следовал за Ибн Аббаз и не отделялся от него. То есть они, чтобы опорочить Ибн Аббаза, выдумали хадисы о том, что Ибн Аббаз предала Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату. И это единственная причина, по которой, как говорит Саид Хой, были выдуманы эти предания, которые приписывали вот это вот предательство Ибн Аббазу. Саид Хой говорит, что Ибн Аббаз настолько был привержен Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату и ас-салату, настолько сильно был привержен его, что Муавия наряду с Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату, во время молитвы проклинал и Ибн Аббаза Наряду с тем, что проклинал Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату и ас-салату Хасана и Хусейна и Кейса ибн Саад ибн Аббаза И некоторых других сподвижников его светлой Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату, таких как Малик Аштар Поэтому, что мы можем сказать по поводу Абдуллы, старшего ибн Аббаза, от которого и передаются эти хадисы Согласно этим исследованиям, согласно исследованию Сейда Хойи, Алла Мехили Положение Ибн Аббаза, Абдуллы ибн Аббаза абсолютно неподвижно сомнению в шиизме И любая критика в его адрес, она совершенно неуместна, и она выдумана, и она сделана была для того, чтобы опорочить Ибн Аббаза Из-за его отношения к его святцу Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату, и из-за его приверженности, из-за его уважения к Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату Поэтому, конечно же, он считается не просто надежным передатчиком, он считается одним из надежнейших передатчиков И одним из надежнейших учеников его святца Алибн Аббатали в Али, ас-салату и ас-салату Это что касается по поводу Абдуллы ибн Аббаза Но что касается младшего, Убейдулы ибн Аббаза Он, как правило, передатчиком хадисов не является, но относительно него передается, что он предал его святлость имама Хасана Али, ас-салату и ас-салату Дело в том, что он был командиром авангарда войска его святости имама Хасана Али, ас-салату и ас-салату и ас-салату В войне с Муавией И его войско авангард располагался в местности Маскин под названием Маскин И согласно некоторым преданиям Муавия предложил Убейдулы ибн Аббазу миллион дирхамов для того, чтобы он предал его святлость имама Хасана Али, ас-салату и ас-салату и ас-салату и ас-салату и ас-салату И согласно этому преданию Убейдула ибн Аббаз так и поступил то есть он оставил войско, присоединился к Муавии и взял у него миллион дирхамов. Но здесь есть несколько очень важных нюансов. Во-первых, начнем с того, что Муавия был убийцей двух сыновей Убейдуллах ибн Аббаса. То есть двое сыновей Убейдуллах ибн Аббаса были убиты Муавией в Йемене. Это с одной стороны, одна из сторон, которая осложняет немножко веру в эту историю. Почему? Потому что очень трудно поверить, чтобы вообще Муавия задумывался о том, чтобы предложить ибн Аббасу миллион дирхамов, зная, что он испытывает к нему ненависть, хотя бы из-за того, что тот убил двоих из его сыновей. Это с одной стороны. С другой стороны, Убейдуллах ибн Аббас был немножко гордым человеком. И находясь в Маскине, его охватил пессимизм относительно войска его святлости имама Хасана, алей-иссалат вассалам. То есть он, оглядываясь вокруг себя и оценивая ситуацию, видел, что войско имама Хасана, алей-иссалат вассалам непременно потерпит поражение в войне с войском Муавии. И этому, конечно же, предшествовало, то есть были определенные признаки этого. В частности, сомнения некоторых людей, которые находились в войске имама Хасана, алей-иссалат вассалам. С одной стороны. И с другой стороны, хитрость и изворотливость Муавии, который возлагал очень большие надежды на человеческие страхи, на человеческие слабости. И очень, очень умело пользовался этими страхами и этими слабостями. И ему удавалось, удавалось вызвать в человеке сомнения, расшатать его убеждения, ослабить его руки, его ноги, его стопы. И, видя все это, Ибн Аббаз впал в пессимизм. Он считал, что поражение имама Хасана, алей-иссалат вассалам, неминуемо. И, возможно, именно это послужило причиной того, что он не захотел возглавить авангард и не захотел видеть, как это войско под его руководством потерпит поражение. То есть, ему это не позволяло его гордость. И вполне вероятно, что он оставил войско на Гейса Ибн Саад и Ибн Аббаза. Гейс, который был одним из выдающихся сподвижников его светлости имама Али, алей-иссалат вассалам. Он оставил свое войско на него. То есть, он просто, скорее всего, некоторые исследователи утверждают о том, что, в частности, покойный Абдул-Хусейн Шарафуддин утверждает о том, что он не хотел, чтобы под его руководством войско потерпело поражение. И поэтому хотел, таким образом, уйти в отставку и оставить войско на Гейса Ибн Саада Ибн Аббаду. И, возможно, в этот момент и совпало письмо. И именно в этот момент до него дошло письмо Муавии, и люди решили, что именно из-за этого Убейдулла Ибн Аббаз оставил войско. Но это довольно-таки неправдоподобно, по той причине, по которой я озвучил ранее, что двое сыновей Убейдулла Ибн Аббаза были убиты Муавии. С одной стороны, с другой стороны, в описании Убейдулла Ибн Аббаза неоднократно говорится, что он был «аджбадуль араб», что он был щедрейшим из арабов. И это описание Убейдулла Ибн Аббаза, конечно, не соответствует тому, чтобы человек обманулся на миллион бирхамов, чтобы он обманулся на деньги. То есть это не соответствует этой его особенности, этому его качеству. И поэтому, скорее всего, дело было связано именно с его сомнениями. Конечно же, его сомнения очень плохую роль и очень плохой след оставили в истории, ибо после того, как Убейдулла Ибн Аббаз оставил войско и ушел, в войске его святой имам Хасан, а.с., воцарилась уныние и воцарился пессимизм. То есть уход Убейдулла Ибн Аббаза был одним из важнейших причин, из-за которых его светлость... То есть, точнее сказать, одной из причин, которые привели... Одни из важнейших причин, которые привели к тому, что имам Хасан, а.с., вынужден был заключить мирный договор с этим ужасным человеком, как Муавия ибн Абу-Суфьян. Поэтому, несмотря на то, что имеются предания о том, что Убейдулла Ибн Аббаз предал имама Хасана, а.с., из-за миллиона дирхамов, но, как говорится некоторыми исследователями, скорее, это выдумка. А реальная история, скорее, заключалась в том, что Ибн Аббаз не хотел, чтобы под его руководством это войско потерпело поражение. И он отчетливо видел, что это войско потерпит поражение. То есть этого ему не позволило именно его гордость, именно из-за его гордости вот мусульманская община вынуждена была в дальнейшем, в частности, из-за его гордости, в том числе, точнее, из-за его гордости, мусульманская община в дальнейшем вынуждена была терпеть такого правителя, как Муавия. Поэтому с точки зрения передатчиков, это Абдулла, он надежный человек, он верный был Ахлибейту человек, неотделимый от Ахлибейта был человек, был учеником его святлости, а у Бейдулла он хадисы особо не передает, и особой важности его надежности или ненадежности для нас не имеет.